Блокировка. Тактический прием блокировка – особый вид завлечения. С его помощью заставляют фигуру противника блокировать путь к отступлению другой, как правило более ценной, фигуры, которая становится объектом атаки. Поясним на примере. Белый ферзь идет на поле f6 и объявляет шах черному королю. Уйти от шаха королю некуда, и его защищает ладья, перекрывая линию атаки. Она делает ход на поле g6. Белые добились цели. Ферзь заставил неприятельскую ладью блокировать своего короля, который оказывается в матовой сетке. Теперь ферзь делает ход на поле h8, и черные получают мат. Поле, куда мог бы отступить король, заняла своя ладья. В этом и заключается суть этого тактического приема. В большинстве случаев фигурой, которая организует блокирование, является король. Обратите внимание вот на что. При обычном завлечении цель наших устремлений – завлекаемая фигура, а при завлечении блокировки наша цель – фигура блокируемая. Если в позиции на этой диаграмме сразу атаковать короля черных по вертикали h, то он ускользнет из матовой сети через поле f7. Чтобы этого не случилось, белый с помощью жертвы пешки предварительно блокирует путь к отступлению неприятельского короля. Белая пешка f6 идет на поле f7. Ладья f8 бьет пешку. С таким же успехом пешку мог побить и слон с поля e6. Король этого сделать не мог, поскольку поле f7 контролируется белым ферзем. А вот теперь, когда поле f7 занято, король блокирован, белый ферзь делает ход на поле h8 и объявляет мат черным. Королю деваться некуда. Типы комбинации на блокировку довольно разнообразные. Некоторые из них стали стандартными приемами и, как правило, приводят к скорому успеху, либо к завоеванию большего шахматного перевеса, либо часто к матовому финалу. Блокировка встречается во всех стадиях партии, но главным образом в середине игры. Нередко блокировка осуществляется с помощью серии шахов. Вот пример из партии Штольц-Пильник, Стокгольм, 1952 год. Черная ладья с поля h4 идет на поле h3, шах. Король уходит на поле f4. Ладья преследует его. С поля h3 она идет на поле f3, шах. Белый ферзь бьет ладью на поле f3. Вот она, завлекающая жертва. Теперь поле f3, которое вскоре будет жизненно необходимо белым, занято. Черный ферзь с поля e2 делает ход на поле e5, и белым объявлен мат. Еще короткий пример. Партия Дерой-Крамер, 1962 год. Черная пешка g6 делает ход на поле g5 и объявляет шах белому королю. Уходя от шаха, король бьет пешку h5. Ферзь e4 идет на поле e2, шах. Белый прикрывается пешкой. g3 на g4. Черный ферзь идет на поле e8. И королю некуда отступать. Пешка g4 отняла возможность спасения. Этот пример из партии Ефимов-Ким, Советский Союз, 1982 год. Здесь блокирование организовано ферзю белых. Черные делают ход ферзем с поля a4 на поле a1, атакуя короля. Король уходит на поле g2, которое впоследствии очень пригодилось бы для отхода ферзя. Черная ладья идет на поле h6, угрожая ферзю. Ему некуда отойти. Поле g3 контролируется черной пешкой f4. Но белые еще пытаются сопротивляться. Ладья d6 идет на поле d7, угрожая королю. Король уходит на поле g6, и белые сдаются. Ферзя им не спасти. Торможение пешки особый вид блокирования. Посмотрим пример. Партия Фишер-Бенко, США, 1963 год. Здесь белые не дают продвигаться пешке f7 черных. Ладья с поля f1 идет на поле f6. Если сейчас черные побьют ладью слоном g7, пешка окажется блокированной. Черный король идет на поле g8, защищая поле f7. А белые могут спокойно делать ход пешкой e4 на e5, не опасаясь хода пешки f7. Атакуется конь на d6. Черные ходят пешкой h7 на h6. Белые идут конем c3 на e2, угрожая на следующем ходу побить ладьей коня на d6. Позиция белых лучше. У них много возможностей для продолжения. Эта партия закончится победой Фишера. Торможение пешки чаще встречается в эндшпиле. Посмотрим пример. Белый конь e2 идет на поле f4, атакует короля. Король уходит на поле e4. Конь идет на поле d3, подставляется под удар, и черные принимают жертву. Пешка d4 оказывается блокированной собственным королем. Белые продвигают свою пешку h6 на поле h7. И теперь безразлично, какой ход сделают черные. Например, король пойдет на поле c4. Белая пешка превращается в ферзя на поле h8. А пешка d4 заслоняет ее от слона на поле a1. И у белых решающее преимущество. В этой партии-миниатюре пост Каган, Берлин, 1925 год, белым с помощью жертвы слона удалось провести блокировку важной центральной пешки противника, что вызвало паралич ферзевого фланга черных, а затем и гибель их не успевшего рокироваться монарха. Посмотрим партию. Противники разыгрывают дебют четырех коней. Белая пешка e2 на e4. Черная пешка e7 на e5. Белый конь g1 на f3, нападая на пешку e5. Черный конь b8 идет на поле c6, защищая пешку e5. Белый конь b1 на поле c3. Черный конь g8 на f6, нападая на пешку e4. Белый слон f1 идет на поле b5, нападая на коня c6. И не давая пешкам и фигурам ферзевого фланга противника вступить в игру. Черный слон c8 идет на поле c5. Белый конь f3 бьет пешку e5. Черный ферзь d8 идет на поле e7, нападая на коня e5. Конь e5 уходит на поле d3, нападая на слона c5. Черный конь f6 бьет пешку e4, нападая на коня c3. Белые делают короткую рокировку. Черный конь e4 бьет коня на c3. Белая пешка d2 бьет коня на c3. Черный конь c6 идет на поле d8. Белая ладья f1 на e1, нападая на ферзя e7. Черный конь защищает ферзя d8 e6. Ладья e1 бьет коня на поле e6, связывая ферзя e7. Черный слон c5 бьет пешку f2, шах. Белый конь d3 бьет слона на f2. Черный ферзь бьет ладью на поле e6. Слон c1 идет на поле f4, нападая на пешку c7. Черная пешка c7 вынужденно уходит на поле c6, нападая на слона b5. Слон f4 идет на поле d6, препятствуя продвижению пешки d7. Слон d6 находится под охраной своего ферзя. Черная пешка c6 бьет слона на поле b5. Белые жертвуют слона. Пешка черных встает таким образом, что ферзевый фланг черных парализован. Фигуры не могут вступить в игру. Белый ферзь с поля d1 идет на поле d2. Черный ферзь с поля e6 идет на поле h6, нападая на ферзя на d2. Белая ладья a1 идет на поле e1, объявляя шаг черному королю. Король уходит от удара на поле d8. Белый слон с поля d6 идет на поле f4, прогоняя ферзя с поля h6. Ферзь уходит на поле c6. Слон возвращается на d6. Черная пешка f7 идет на f6. Белый ферзь d2 идет на f4. Он продолжает защищать слона на d6. А дальше у белых много достаточно успешных продолжений игры. Они могут с поля e7 объявить шаг слоном. Или шаг может последовать с поля c7, если черные пойдут ладьей на e8. В любом случае у них решающее преимущество. И партию черные проиграли. Установка барьеров на пути движения неприятельского короля также весьма эффективный способ блокировки в окончаниях. Смотрим пример. Окончание партии Либуркин-Бондаренко, 1950 год. Здесь цель белых быстрее провести своего короля до своих блокированных пешек a6 и b7 и дать возможность одной из них стать ферзем. Белые делают ход пешкой e4 на поле e5. Черные приняли жертву. Слон с поля a1 бьет пешку. Белый король мог бы сейчас побить слона, но он не делает этого, рассчитывая использовать его в качестве препятствия на пути черного короля, когда тот бросится за ним в догонку. Обратите внимание. Пешки белых стоят на полях другого цвета, нежели черный слон. Поэтому в борьбе с ними он бесполезен. Продолжаем. Белый король идет на поле e6. Черный король устремляется за ним. Идет на поле g3. Белый король на d7. Он движется по белым полям. Черный король на f4. Сейчас черным надо терять время или на обход своего слона, или на то, чтобы увести слона с пути короля. Белый король идет на c8. Черный король обходит слона. Идет на поле f5. Белый король дошел до поля b7. Под его ударом сейчас обе пешки черных. Черный король на e6. Он явно опаздывает. Белый король бьет пешку на поле a7. Черный король вступил на поле d7. Белый король отходит на поле b7. И уступает пешке a6 дорогу к полю превращения. И у белых сейчас решающее преимущество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова